В новом сезоне Тамбовский автопоезд принялся лечить жителей отдаленных сел еще с большей заботой. И востребована среди жителей большая – 300 пациентов за день. И это при условии, что в Дегтянке специалисты из областного центра делают остановку уже в четвертый раз. Мария Михайловна свой забег начала с отоларинголога. Тревожат старые проблемы с горлом. Я лежала в больнице в Тамбове, а уже давно никуда не обращалась. А вот стал болеть. И вот сейчас мне там кое-что там сделали, промыли и все хорошо. Дали рецепт, что там делать, внимательно. Хороший день. Побывать на приеме можно также у хирурга, онколога, кардиолога и невролога. В обычные дни, чтобы посетить таких специалистов, нужно добраться до районной больницы. А она от села находится за 45 километров. Население очень довольна этим поездом, потому что, так как основное лечебное учреждение находится отдаленно, и люди в один день могут пройти многих специалистов. Выявляются и впервые выявлены заболевания. Кто-то направляется в районную больницу, кому-то потом даем направление в область. Поэтому очень существенная помощь для здравоохранения района. Воспользоваться услугами врачей из Тамбова могут не только жители Дегтянки, но и окрестных сел. Для них даже организовали специальные автобусные рейсы. С каждого населенного пункта по графику работают автобусы, которые были определены места сбора населения. И по графику автобусы приезжают, забирают людей, привозят сюда. Люди проходят обследование. Автобус забирает, увозит и снова следующее количество людей снова привозят сюда. Очередь не только внутри, но и снаружи возле медицинских передвижных комплексов. С виду обычные КАМАЗы, но внутри высокотехнологичная начинка в виде флюроустановки, маммографа, гинекологического и стоматологического оборудования. Передвижный медицинский кабинет оборудован стоматологической установкой, шкафом для стерилизации инструментов, а также шкафом ультралайф. Также здесь есть физиограф, чтобы делать снимки зубов. Уютную комнатную температуру здесь создает кондиционер. По своему следующему маршруту автопоезд «Забота» отправится уже на следующей неделе. До конца мая мобильные передвижные станции объедут еще 17 населенных пунктов. Марина Корякина, Евгений Михеев, Александр Ковзарев. Область новостей.